Друзья, всех приветствую в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. На этой неделе в фокусе нашего внимания, безусловно, будет находиться американская статистика, прежде всего данные по инфляции в США, которые выйдут в среду. Далее переключим акцент нашего внимания на уже заседание Банка Англии, которое состоится в четверг, и в пятницу неделя будет замыкаться блоком макроэкономических данных из Англии. Я в этой связи предлагаю на этой неделе сделать чуть большую ставку на интересное движение британской валюты. Мы за этим инструментом в последнее время не очень часто и следили, и особенно внимательно, но на этой неделе можно исправиться. Поэтому пара фунт-доллар, которая прямо сейчас котируется на отметке 1,2646, будет одной из основных рекомендаций. Я продолжу в рамках этой недели следить за этим инструментом, и при появлении хорошего, стоящего фундаментального фона буду доносить для вас свою точку зрения, свое мнение. Амбициозная цель – это движение пары в районе отметки 1,28. Но если учесть, что Банк Англии может последовать действием и других регуляторов, тоже повысив процентную ставку как минимум на 25 байсных пунктов, у британской валюты есть точно на чем расти. Ну, давайте обо всем по порядку. Индекс доллара – 100,91. Наш расчет на то, что американская валюта останется среди аутсайдеров рынка, оказался, в принципе, правильным. Единственное, что мы ожидали на снижение этого актива в районе 100 пунктов, я думаю, что потребуется чуть больше времени. И учитывая, что мы ждем отчет по инфляции, который выйдет в среду, кто знает, друзья, может быть, и эта статистика сможет стать достаточным триггером, катализатором для соответствующего снижения курса американского доллара. Прошлая неделя – это заседание Федрезерва. Ставку, как мы помним, повысили на 25 байсных пунктов. Но самое важное, на что обратили внимание трейдеры – это на то, что регулятор убрал из своих традиционных комментариев и заявлений акцент на то, что нужно дальше повышать ставку для того, чтобы достичь так называемого ограничительного уровня по ней, чтобы тот охлаждал экономику, способствовал снижению инфляции. И для многих это выступило сигналом, как раз триггером того, что ФРС может быть действительно уже где-то там колуарно решил, что пора взять паузу. Если вы внимательно смотрели за моими прошлыми брифингами, я, в принципе, такую точку зрения разделяю. Считаю, что ФРС уже решил, что достаточно с повышением процентной ставки, и дальше она будет заморожена на текущем уровне 5,25% в какой-то продолжительный период времени. И, наверное, самый фанатичный оптимист во мне говорит, что под конец этого года при определенном развитии событий с банковским сектором США американский регулятор может уже радикальным образом изменить вектор монетарной политики и перейти к снижению ключевой процентной ставки. Если этот сценарий реализуется, то до конца этого года мы будем так и наблюдать. Постепенное снижение позиций доллара, и в конечном счете этот инструмент закрепится ниже поддержки 100 пунктов ровно. Есть ли причины, из-за которых американский регулятор все же должен уже остановиться с повышением ставки? Наверное, самое главное из них — это усиливающийся кризис в банковском секторе. По сути, мы сейчас говорим уже о второй волне проблем банков, которые сигнализируют о том, что у них очень сильно приседает процентная маржа — это, по сути, доходы, прибыль. Мы знаем то, что практически все региональные банки сейчас сталкиваются с оттоком депозитов. Те банки, которые прямо на слуху сейчас — Паквест, Метрополин Банк, Вестерн Альянс — это потенциальные кандидаты на то, чтобы стать следующими банкротами и повторить судьбу Silicon Valley, банка и Сильнича Банка. Не знаю точно, какое решение будет принято, друзья, я думаю, что этого не знает никто. Найдется ли какой-нибудь крупный банк, который решит все-таки поглотить эти проблемные банки? Будут ли они куплены другим участникам финансовой кредитной системы? Это покажет время. Но это даже, наверное, и не важно. Самое главное — то, что проблемы в банках сохраняются. И поскольку мы все-таки делаем акцент на проблемы региональных банков, я думаю, что они дальше будут сталкиваться со стремительным оттоком капиталов. И если сейчас предположить, что американский регулятор создал бы условия, при которых продолжили бы расти доходности американских облигаций, я думаю, что только глупец бы оставил деньги в банках с сомнительной стабильности и не переложил их бы, например, в американский рынок долга. Самые надежные из активов, которые существуют в современности. Ну, если не противопоставлять облигациям золото. Поэтому моя точка зрения, что американский регулятор в текущих условиях будет внимательно следить за развитием событий. Примерно уже на следующем заседании мы услышим формулировку о том, что лучше посмотреть за развитием событий со стороны. И, ну, если вы не поняли, я думаю, что это уже точно можно будет интерпретировать как очевидный знак и сигнал того, что текущий цикл ужесточения монетарной политики завершен. Я буду с нетерпением, наверное, как и многие из вас, ждать июньское заседание. Но надеюсь, что к июню мы подойдем уже по индексу доллара с уровнями ниже 100 пунктов. И очень надеюсь, что в эту среду, когда выйдут данные по инфляции, которые сообщат о том, что даже по прогнозам основной индекс потребительских цен может снизиться с 5% до 4,4, это может быть еще одним сигналом того, что текущая ставка 5,25% достаточно, чтобы дальше оказывать негативный эффект, тормозить, точнее, ну, негативный эффект, возьмем в кавычки, эффект, который способствует снижению текущего индекса потребительских цен и замедлению роста инфляционного показателя. Что касается пятничных данных по Non-Farm Perils, неоднозначная статистика, фактически рост новых рабочих мест 253 тысячи, это существенно лучше, чем прогноз 179 тысяч. Но если мы посмотрим на значение мартовское, то он был сильно прям пересмотрен радикально с 236 тысяч до 165 тысяч. Непонятно, как вообще можно доверять сейчас этой статистике, если официальный источник вот настолько может редактироваться по прошествии всего лишь одного месяца. Повлияет ли это релиз на решение Федрезерва по ставке? Я думаю, что нет. На решение по ставке, как уже было отмечено, будет влиять событие в банковском секторе и то, что происходит с инфляцией. А это пока создает условия для того, чтобы ставка не росла и, соответственно, доллар снижался. Золото 2022 доллара за тройскую унцию. После коррекции в районе 2000 я, друзья, рискнул, честно говоря, и снова открыл длинную позицию. Теперь буду ждать очередного перехая, который вполне возможен, учитывая те проблемы, которые я назвал и озвучил в отношении американских банков. Если будет какая-нибудь трагическая, печальная история о еще одном банкроте, то тогда мы увидим золото существенно выше 2050 долларов за тройскую унцию. Но сделка на покупку золота на таких максимальных уровнях сейчас очень рискованная. То есть, если вы согласны с тем, что это риск, но вы готовы взять его на себя, тогда присоединяйте тоже к длинным позициям. Что касается сантимента, он сейчас не подает уже однозначных сигналов, что золото нужно покупать. Примерно баланса покупателей и продавцов. Европейская валюта 1,1038. Текущие котировки ждем, как и раньше, движения в районе отметки 1,12. ЕЦБ повысил ставку на 25 байсных пунктов и во время пресс-конференции Лагард дала понять, что ставка все еще существенно отстает от целевых значений, необходимых для того, чтобы обуздать инфляцию. Но действительно, индекс потребительских цен 7% сейчас в еврозоне и выросся в прошлом месяце. Это заставляет ЕЦБ действовать, проявлять большую проактивность и ужесточать монетарную политику. И мы получили сигнал от Лагарда, от ЕЦБ, что ставка будет расти. Сейчас рынок закладывается под то, что в июне-июле ставку в совокупности двух заседаний повысит как минимум на 50 байсных пунктов. Я думаю, что это достойное основание, чтобы пока с энтузиазмом и с оптимизмом смотреть на перспективы евро и ждать дальнейшего укрепления позиций этого инструмента. Также хочу обратить ваше внимание, что во время выступления Лагард она прокомментировала, что многие голосующие члены поддерживали идею повышения ставки сразу на 50 базисных пунктов. Британская валюта, как я уже отметил, это тот самый инструмент, за которым мы будем внимательно наблюдать. Текущие котировки 1,2646. Если мы поставили цель 1,28, то 150 пунктов потенциальные ожидаем восходящего движения в рамках этой недели. На стороне покупателей именно прогноз того, что ставку повысят, учитывая, что инфляция в Англии самая высокая среди всех развитых стран находится на двузначном уровне. Причем на одном из выступлений глава банка Англии Эндрю Белли на прошлой неделе позволил себе формулировку, что ставка может быть повышена сразу же на 50 базисных пунктов. Если это решение оправдается, ее увеличат с 4,25% до 4,75%, то тогда, конечно же, фонд станет самым динамично растущим активом на этой неделе. Рыничный сантимент, кстати, поддерживает идею роста британской валюты, потому что 70% трейдеров сейчас фунта шортит. И еще одна пара, за которой мы давно следим. Не было соответствующих катализаторов новостных, чтобы ее комментировать. Ну вот, исключение пятницы, когда вышел отчет по рынку труда Канады. Орген безработицы остался на отметке 5%, причем прогноз предполагал рост до 5,1% занятости выросла на 41,5 тысяч против прогноза 20 тысяч. Это снова подкрепило оптимизм покупателей Канадца, еще и локальное восстановление рынка нефти. Поэтому пара, друзья, постепенно сейчас снижается и движется к нашей цели заветной, долгосрочной 1,33. До нее остается 72 пункта. Я допускаю, что в рамках этой недели этот уровень может быть протестирован. Сегодня, не забывайте, поскольку понедельник в 16.00 по московскому времени состоится традиционный вебинар «Правильный понедельник», тему, как всегда, определите вы. Буквально прямо сейчас мы запустим голосование в нашем телеграм-канале. Предложим несколько тем на выбор. Та, которая наберет больше всего голосов, станет основной в ходе моего предстоящего выступления. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой недели. Всем пока!